Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Христос Воскресе! Во Истинном Воскресе! Сегодня, братья и сестры, еще провожаем одну бессмертную душу в вечность. Знаем только о ней, что ее звать Евгения. Откуда она? Сколько ей лет? Как ее фамилия? Есть ли в нее родственники? Неизвестно. Здесь был такой пансионат для престарелых, Надия. Причем считался он платный. За стариков платили родственники, которые там находятся. Но так получилось, что просто все оттуда уехали. А шестерых старичков нашли случайно военные в подвале. Трое суток они не ели и не пили. Некому было подать, они лежачие были. Двое были уже покойные. Четверых привезли сюда тех, которые более-менее еще троих вывезли, забрали. Одну, которую уже везти боялись, потому что в дороге может умереть. Оставили здесь без документов и без ничего, неизвестно как. Еле-еле она могла сказать свое имя Евгения. И, наверное, самое главное, что она сказала, что она не крещенная. В пятницу ее покрестили. В субботу ее первый раз причастили святых христовых тайн. В понедельник она скончалась. Евгения в переводе «Жизнь», «Жизненная». И, наверное, Господь это имя исполнил последними минутами ее земной жизни. Что она сподобилась очищению от всех своих грехов через таинство крещения. Сподобилась соединиться со Христом в чистоте души своей, очищенной святым таинством крещения. И представиться христианкой. Вечное, нескончаемое бытие. Представиться в день победы. Она явилась победительницей. Победительницей над смертью. Победительницей над адом. Победительницей, казалось бы, над отчаянием. И в самый последний момент не люди, а Господь явился ее главным утешителем. Люди оставили, а Господь не оставил. Как в Священном Писании говорит, аще мать оставит исчадие свое, аж же не забуду тебе. Говорит Господь. Отказалась всеми оставленная. Ее могли бы тоже забрать, и она, может, где-то в дороге умерла бы, так бы, не крещенной. И куда бы пошла ее душа. Ну, так получилось, что ее побоялись забирать, что она в дороге умрет. И это сделало ее христианкой, сопричастной святым Христовым Тайном. Страданиями перед этим душа ее тоже очистилась. Потому что страдания, как ничто, очищают душу. И сегодня мы будем ее отпевать здесь, в Успенском соборе, где отпевали людей, которые строили этот монастырь, молились в этом монастыре, посвящали жизнь свою монашеству. Бывало с детских лет, приходя послушниками в эту святую обитель. И она сподобилась в этом соборе быть отпетой в последней своей службе. Ходила ли она на службы? Была ли она раньше в церкви? Мы не знаем. Мы знаем, что Господь ее привел на путь спасения. Может, и жизнь ее была добрая, христианская. Мы даже этого не знаем. Нравственная. Ведь такая кончина, это тоже ее надо заслужить. Мы не знаем, как она жилась, кто она была в жизни. Но одно знаем, что милосердие Божие ее сегодня, якого разбойника, во едином часе раеве сподобляет. и что душа ее, благодаря подвигу такому последних дней ее, что сегодня, как говорил Блаженнейший, ей не изнутри, не из рая царские врата открывают, а она снаружи открывает ключом своего чистого христианства. Поэтому будем молиться о рабе Божьей Евгении, который даже не знаем, кто ее родители, где она жила, есть ли у нее родственники. Но однозначно, что сфотографировавши потом, когда закончится это безумие, будем искать тех, кто был ей родными. И спрашивать у тех, кто ее бросил. Кто же она была? А пока что, мы знаем, что она раба Божия и сестра наша по Адаму и во Христе. И с таким чувством мы, как сродники ее по плоти и по духу, будем, как за свою родную, молиться Богу. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Господь да упокоит, да поменет и справедными сопрещет душу усопшие рабы свои новоприставленные Евгении. А нам Господь пускай дарует доброе и на пользу здравия и вечное Господе спасение. Пускай та молитва, которая сегодня прозвучала, угробанного представленной Евгении, пускай будет той добродетелью, которая послужит каждому из вас во спасение своей бессмертной души. Так, братья и сестры, случилось, что когда мы начинали отпевание, мы даже не знали, как ее и фамилия и во время отпевания принесли записку. нашлись люди, которые ее знали. Фамилия или греко-татарская, скорее всего, но вот сложная такая, Эль-Хавари Евгения Викторовна, родилась 21 января 39 года. Царство Небесное ее бессмертной души. Пускай она уже молится там за нас и, придя к престолу Вседержителя третий день предстоять, пускай расскажет и о тех, кто с нею был там, в том доме престарелых Надия. Пускай она расскажет о своих последних днях, пускай она расскажет и то, что творится в нашем Отечестве Богу, преклонивши своим скорбным житием, преклонивши Бога на милосердие за нас, которые за нее сегодня, как родные, молились. Храни всех Господь, а ныне сейчас будем последнее давать целование о сухши. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!